всем привет подключайтесь у нас с вами сегодня эфир с врачом эльвирой это врач пульмонолог сейчас я ее подключу так сейчас секунду подключу добрый день вечер добрый-добрый подключайтесь да хорошо не видно вроде бы да прекрасно ну все замечательно так ну что начинаем давай наверно ты немножечко представишься на ты можно можно на ты меня зовут бородульна эльвира вячеславовна я врач терапевт пульмонолог кандидат медицинских наук живу и веду прием в городе пенза в россии вот спасибо большое александр за приглашение на такое очень актуальный эфир наоборот тебе спасибо что ты согласилась потому что было на самом деле сложно найти ну так скажем врача который ведет instagram вот хотя развивается это вся так скажем тема но все равно было сложновато вот поэтому хорошо что ты есть и развиваешься тоже в instagram вот ну что давай наверное на расскажем про то что мы будем рассказывать а потом уже перейдем к более подробным разбором тем да сегодняшний наш эфир посвящен реабилитации восстановлению после ковид-19 я думаю что тем очень актуально с учетом того как заболеваемость сейчас растет и я сразу хочу оговориться что мы сегодня пройдемся по основным пунктам и все-таки будем эфир больше направлен не на восстановление пациентов кто очень тяжело переболел с вэл а все таки большая часть людей у нас болеет в легкой и там средне тяжелой формы и вот говорить о том что можно самостоятельно предпринять и сделать чтобы скорее восстановиться да и для чего как сказать для ну вот скорее восстановиться да но чтобы как бы мы понимали что это нужно делать не просто оно само по себе пройдет а вот все таки нужно да согласна донести хотелось бы да ну и можно начать с понятия реабилитация что это вообще такое реабилитация дословно означает восстановление восстановление какой-то функции утраченной способностью здоровье восстановление которое было утрачено и повреждено в результате заболевания в нашем случае болезни ковид-19 целью реабилитации после ковид-19 является как можно более быстрое возвращение человека к его прежней жизни и вот основной вопрос который люди задают а когда же ее начинать эту реабилитацию так я вот могу сказать друзья основная парадигма сейчас начинать как можно более рано зачастую начинать в стационаре начинать на пока вы на больничном листе пока вы дома потому что чем раньше мы начинаем реабилитацию мы видим что тем быстрее этот реабилитационный период проходит тем быстрее люди восстанавливают кому реабилитация нужна но безусловно она нужна тяжелым больным кто перенес заболевание тяжело но мы сейчас видим что и люди с легкими формами кто перенес на 3 5 процентов поражения достаточно легко потом начинают жаловаться на общие такие симптомы и вот только такой вот период реабилитации правильные действия в нем помогут этого избежать более того у нас есть понятие даже пост ковидный синдром сейчас он официально внесен международную классификацию болезни вот чтобы к нему не прийти реабилитацию нужно начать как можно раньше и проводить ее достаточно активно и грамотно вот еще у меня одна такая рекомендация что если все таки после перенесенного кобид-19 вы ощутили симптомы они могут развиваться и вы действительно плохо себя чувствуете одно дело что мы сейчас дадим некую инструкцию что сделать самостоятельно но если вы чувствуете что это не помогает симптомы как-то вас беспокоит достаточно сильно я все-таки рекомендую обратиться к доктору потому что только доктор определит нужна ли вам медицинская реабилитация что это это определенные препараты которые могут использоваться для коррекции вашего состояния потому что мы видим что сейчас на фоне ковид-19 многих дебютирует астма у кого-то артериальная гипертензия то есть болезнь ковид-19 как лакмусовая бумажка скрывает очень много состояний которые можно сказать спали в вашем организме вот очень важно не пренебречь обращением к врачу чтобы это все откорректировать а мы сегодня дадим такие вот пункты для самостоятельного до самостоятельных действий ну и давайте по пунктам я все-таки начну как всегда со своими пациентами на приеме начинаю с нутритивной поддержки и коррекция питания вот мы видим что пациенты перенес перенесшие ковид-19 очень многие испытывают белково-энергетическую недостаточность касается только тяжелых пациентов и тут очень важно покус своего внимания сместить на ваше питание я сейчас не про бады не с известного сайта не про какие-то добавки к пище я про сбалансированное и рациональное питание последите за ним я тот я то что я ем чтобы питание было насыщено белками чтобы она была насыщена фруктами овощами рыбы не менее двух приемов в неделю пищи последите за питьевым режимом своим потому что лихорадка желудочно-кишечные симптомы при ковид-19 все это приводит к обезвоживанию поэтому стремитесь двум литром воды в сутки питайтесь дробно и чтобы пища была легко усвояемой вот такие основные рекомендации для тех кто легкой или средней степени тяжко конечно для тяжелых пациентов существует продукт интерального питания и вот тут на помощь нутерциологов как раз да 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 но вот основные рекомендации для тех кто легко и в средней степени перенес вот именно такие следите за своим питанием это очень очень важно второй момент это легочная реабилитация что это такое это мероприятие направлено в становление легких на коррекцию одышки на улучшение отхождения мокроты когда она есть и тут тоже целый комплекс реабилитации чаще всего он составляется с врачом и зависит от того в какой степени тяжести переболел человек общие рекомендации какие мы можем дать друзья запомните никакой дыхательной гимнастики по стрельниковой или не дай бог надувание шаров просто быть не должно почему это важно да это важно легочная ткань она очень тонкая вот это альвеола дыхательная интерстиции вокруг нее как раз поражается при ковид 19 если вы начинаете активно дышать дыхательными гимнастиками очень легко эту ткань повредить и мы такие случаи видим делаем контроль коты а там это повреждение в виде даже вот полостей небольших не надо этого делать всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации по самостоятельному восстановлению там очень хорошо прописан пункт легочной реабилитации в плане дыхательной гимнастики описано 2 дыхательных упражнения даже можем немножко показать их в эфире научить вас да сейчас хотя бы основом первое или потом давай давай контролируемое дыхание первое это спокойное дыхание вы садитесь обязательно с опорой на спинку кладете одну руку на грудь и одно на живот и можете закрыть глаза да чтобы сосредоточиться можете с открытыми глазами медленно глубоко вдыхайте и выдыхайте задействуем мышц живота так чтобы в определенный момент у вас рука на животе она была даже впереди руки на груди и вот так вот вдыхайте и выдыхайте порядка пяти там семи минут два раза в день можно я добавляю вот это дыхание я добавляла еще у меня есть курс по здоровой спине и там я добавляла конкретно именно это дыхание для того чтобы научить людей дышать и грудной клеткой и животом чтобы не было поверхностного дыхания вот здесь да и чтобы не втягивали люди живот потому что очень распространенный миф что нужно втягивать живот и так ходить чтобы красиво было талия этого мы не делаем вот а вот именно этот способ дыхание он отпускает живот он расслабляет диафрагму растягивает межреберные мышцы и дает полную свободу движению грудной клетки поэтому очень классно что вот это дыхание есть и в рекомендациях по восстановлению к вид это самый наверное лучшее одно такое из упражнений которое реально помогает да и вот ключевую фразу вы сказали александр ты сказал прошу прощения чтобы не было поверхностного дыхания я даже иногда пациентам говорю легкие нужно раздышать вот именно таким простым несложным упражнением который еще не принесет вам вреда это основное вторая техника это метрономизированное дыхание но применяется там где нам необходимо выполнять какую-то нагрузку например подъем по лестнице тогда вашу нагрузку вы делите на отдельные элементы и перед тем как совершить усилие вы глубоко вдыхаете и на выдохе делаете это усилие тоже может использоваться особенно у пациента у кого все-таки низкая толерантность к нагрузке после заболевания одышка вот метрономизированное дыхание при нагрузках вам в помощь да согласна ну в общем запомнили никаких шариков это самое основное потом что еще мне хотелось сказать почему а может а можно я еще про стрельникову может кто-то просто не знает что это за гимнастика стрельниковой потому что ну вот на просторах фитнеса ну я как-то не встречала именно конкретно вот делайте там или кто-то делает я посмотрела что это за гимнастика изучила что в чем ее смысл какие упражнения она конечно очень забавная но для восстановления после ковида конечно же не подходит потому что она очень как это объяснить очень вызывает вот этот вот выброс да я не знаю как спазмирует мне кажется больше там много квартирного выдоха иметь ввиду что он очень очень интенсивно тогда все но при ковид когда тело в принципе ослаблено это это как-то многовато перебор но это может быть даже даже опасно не нужно этого делать поэтому нет давайте обойдем себе стрельниковой вот дальше я хотела пробежаться по пунктам чему мы мало так уделяем внимание это полноценный сон очень многие пациенты жалуются на бессонницу и много на приемах приходится об этом говорить о гигиене сна о том что сон должен быть достаточным не менее семи часов в сутки о том что вложиться спать в одно и то же время перед сном за час исключить телевизор и телефоны и прочее я прошу прощения ты продолжай я сейчас меня как ребенок просит убрать информационный шум чтобы это не помешало вам спать спать в прохладном помещении где свежий воздух и в достаточном количестве потому что как раз полноценный сон нам зачастую помогает справиться с тревогой и с другими проблемами которые настигают тех кто перенес к вид 19 полежал в стационаре может быть все таки это достаточный стресс для организма потом про следующий пункт который мы хотели осветить и это про память и мышление очень часто приходят пациенты после перенесенного заболевания и говорят а вот у меня как туман в голове я стал хуже помнить я не запоминаю то что легко запоминал раньше вот хочу сказать друзья нет тоже волшебной таблетки какой-то прокапаться какими-то капельницами не поможет это не работает к сожалению никакие ноотропные препараты нам не доказали эффективности в этом как же справляться с нарушениями памяти и мышления только тренировками только вот упражнения да запоминать больше чаще читать учить стихи завести новые хобби желательно с мелкой моторикой вышивать крестиком если хотите вот только так нет волшебной таблетки от этого со временем мы видим что все приходит в норму все восстанавливается в общем еще немножко хотелось мне сказать о психологической поддержке вот что мы видим такая коварная болезнь COVID-19 в течение полугода после перенесенного заболевания у четверти пациентов может даже дебютировать расстройство тревожное расстройство депрессивное расстройство панические атаки и кстати говоря это никак не коррелирует с тяжестым состоянием то есть не обязательно тяжело болеть даже у тех кто легко перенес потом приходит на прием и говорят а моя жизнь никогда не будет прежней и это на самом деле серьезно от этого отмахиваться нельзя говорить какая ерунда нет есть определенные рекомендации которые мы вам можем дать это конечно же физические нагрузки да вот ключевым звеном у нас идет физические нагрузки практически в каждом пункте достаточная физическая активность отказ от алкоголя и курения потому что это не поможет это не спасет лучше лучше не сделать я хочу знаете пока задать вопрос аудитории вот кто нас смотрит напишите пожалуйста ассоциацию с физической нагрузкой что для вас физическая нагрузка как вы понимаете это слово что это такое ну не что это такое а вот какая нагрузка для вас вы понимаете что это физическая нагрузка пожалуйста напишите я потом прокомментирую этот момент хороший вопрос я сама задумалась что для меня физическая нагрузка отказ от алкоголя и курения все таки не выходите социального общения делиться обязательно вот своими эмоциями что вы чувствуете и если чувствуете что не справляетесь что то не так да вот эти депрессивные мысли тревожит тревога да меня накрывают обязательно обратиться к психотерапевту к сожалению очень часто приходится отправлять пациентов это не должно стигматизировать вас никак обратиться к психотерапевту это нормально потому что на самом деле мы это наблюдаем у пациентов это не шутка ну вот прям наверное немножечко у меня осталось по пунктам по моим очень хотелось сказать про восстановление обоняния потому что частая жалоба настолько часто это встречается при коронавирусе что босс даже сказал что это патагномоничный симптом то есть характерный для болезни хотя и при других заболеваниях встречается что делать вот пациенты на самом деле одна из причин тревожных расстройств а как это так почему она не восстанавливается обоняние мы видим на самом деле что даже и 3 и 6 месяцев проходит у кого-то до года либо притупление обоняния извращение обоняния совсем пропало обоняние вот на сегодняшний день доказательно можем рекомендовать только методику обонятельных тренировок опять тренировки что здесь за тренировки два раза в день как минимум вы берете какой-то продукт достаточно выраженным запахом это могут быть специи могут быть цитрусовые эфирные масла и вдыхаете вдыхаете причем пытаетесь сосредоточиться и вспомните запах это на самом деле надо натренировать свой мозг научить этому заново да вот эта методика по крайней мере показывает положительные результаты есть некоторые данные о витаминах группа B что якобы можно есть о топических стероидах каплях определенных в нос но это только с назначения врача короткими курсами под контролем врача самостоятельно это делать не нужно и вот наверное последний у меня пункт по моим таким записям это выпадение волос тоже часто очень часто особенно девочек беспокоит этот вопрос и я тоже была для меня это была новая вообще информация что выпадают волосы я думала что после рождения ребенка и все вот родила и покончено с этим оказывается что по волосопаду приблизительно вот ковид 19 такой же да эффект как после родов вызывает ну тут наблюдательная тактика опять скажу никакой волшебной таблетки нет никакие вам витамины не вернут все в норму чаще всего наблюдаем наблюдаем три месяца иногда даже до шести это может продолжаться я только что хотела сказать если видите что ну не прекращается достаточно интенсивно все-таки обратитесь доктору для чего исключить вторичные причины может быть сдать ферритин для того чтобы знать а не железодефицит ли вызывает у меня такое выпадение волос и иногда патологии считают железы гормоны считают железы надо сдать и можно сходить к эндокринологу иногда даже к трихологу стоит обратиться в целом вот первые три месяца просто наблюдаем ждем чаще всего все приходит норму все восстанавливается вот дальше поподробнее про физические все-таки нагрузки упражнения хотела поговорить как вы считаете александра можно к ним перейти да ты хочешь что-то сказать прокомментировать это или я уже такую водную часть немножко обратить внимание что что мы видим что пациенту даже вот у кого болезнь не была связана с тем чтобы он лежал в реанимации то есть с отсутствием сильной активности а те кто достаточно неплохо перенес даже был дома мы потом видим что у них наблюдается мышечная слабость к сожалению и они жалуются на это что слабость слабости достаточно длительно и в этом случае мы советуем начинать физические упражнения физическую активность как можно более рано я об этом уже сказала эти себе силы начинайте какой принцип вот как можно более рано и каждый день ежедневно чуть-чуть наращивая нагрузку то есть на сегодняшний день вас она советует обязательно ходьбу его советуют физические упражнения силовые упражнения говорит даже делать это пять раз в неделю пять раз в неделю там по двадцать тридцать минут все-таки упражнения выполнять вот это моя маленькая водная часть об этом ну перечить в ос мы не будем я просто хочу почему-то никто не написал про физические упражнения я хотела бы сказать по этому поводу что как только человек ну среднестатистически слышит что вот надо заниматься физическими упражнениями активностью двигательной активности добавлять почему-то все но не все опять же но большинство понимает это как ну значит мне нужно идти там тренажерный зал или мне нужно что-то силовой какой-то тренинг мне что-то очень такое высоко интенсивное ну на самом деле физическая активность начинается как только вы встали с кровати ходьба бытовая активность это тоже физическая нагрузка это не физические упражнения просто физическая нагрузка бытовые какие-то дела уборка не знаю поход в магазин это тоже бытовая активность она должна быть постоянной ну просто вот не сидеть 10 часов а стараться все-таки вставать двигаться активничать вот и физическая активность физическая нагрузка она может быть абсолютно разные не стоит сразу идти восстанавливаться после к вид в тренажерный зал даже если с тренером просто на ослабленный организм можно еще и навредить этой физической нагрузкой старайтесь ну это вот мои личные рекомендации старайтесь начинать с более простых упражнений это может быть растяжка это может быть пилатес это может быть лфк в зависимости от того насколько опять же вы перенесли к вид да это может быть просто прогулка хорошо нету денег тренироваться есть youtube канал у меня например можно включить позаниматься на youtube можно пройтись есть совмещать еще со свежим воздухом пожалуйста прогулка если есть парк рядом пройдите в спарке сделайте это небольшой такой вот привычной деятельностью 20 минут в день пусть это будет для вас вот как как челлендж до 7 дней в неделю по 20 минут пусть будет так с этого начинай можно увеличить тоже в это же время ходьбы 20 начали потом до часа да не обязательно это должно быть вот я пошел в тренажерный зал потренировался мне все болит настроение нет очень тяжело и все и на этом мы закончили я за то чтобы тело человека организм он адаптировался к этой 3 на тренировке и все было в радость и по любви так скажем вот найти можно свое направление понравилась йога занимайтесь йогой в йоге есть тоже дыхательные упражнения но опять же там есть немножко свои вот это интенсивное дыхание которое пока рано делать при восстановлении именно вот во время восстановления глубокое спокойное дыхание велкам да то есть спокойное размеренное упражнение пилатеса пожалуйста выбирайте любое свое направление и восстанавливаетесь пожалуйста с удовольствием то есть ну не надо через себя через сила а все в удовольствии такой маленькая тоже есть такая поправка я хочу сказать что вот те люди кто перенесли ковид-19 и потихоньку реабилитируется и добавляют физические упражнения очень важно если вы почувствовали себя плохо затошнила повышение пульса закружилась голова прекратите это упражнение и через какое-то время вернитесь к нему снова это нормально такое может быть более того некоторых пациентов на фоне нагрузки падает сатурация я такое видела но это скорее кто тяжеловато перенос есть такой подконтрольных сатураций видите что пока роняйте на русский сатурацию давайте нагрузку чуть меньше и пощипать темп то есть подконтрольной сатурации если плохое самочувствие то отступить и снова начать через какое-то время да значит просто пока может быть немножко рано но потом можно это все опять же нарастить постепенно так нам тут написали еще сейчас я прочитаю для меня физическая нагрузка начинается с прогулок 30-60 минут ну а заканчивается полноценной тренировкой 6-90 минут с силовой нагрузкой вот видите как ну интенсивно да такая достаточно интенсивно саша как как раз начала с твоих коротких зарядок на youtube ну вот видите как здорово восстанавливайтесь и свежий воздух конечно и дыхательные упражнения спокойные размеренные мне кажется очень помогут вот я хочу еще попробовать одно упражнение мы сейчас это сделаем или чуть попозже почему нет давайте сделаем есть такое упражнение дыхательное по квадрату может ты слышала нет нет мне кажется нет она немножко вариативно то есть можно чуть больше добавлять секунд на вдох в процессе вдоха можно в процессе выдоха есть сейчас объясню что значит dыхание по квадрат на 4 счета мы делаем вот размеренный на 4 цифры на 4 счета мы делаем вдох размеренный вдох после этого небольшая задержка две секунды и после этого выдох на 4 счета и после выдоха еще две секунды задержка вот это дыхание она такой она называется по квадрату и она немножечко может меняться, вариантировать. То есть выдох может быть длиннее 5-6 секунд, и задержки тоже могут быть до 4 секунд. Можем попробовать. Если... Давайте попробуем. Нам нужно расположить руки на ребра по бокам. Вот у нас нижние ребра, они здесь находятся. Это не талия. Талия мягкая, а вот ребра у нас вот они есть. Прощупываются. Мы не давим на ребра, мы просто расположили руки для того, чтобы нашему мозгу обозначить, что вот здесь у нас будет расширяться грудная клетка. То есть она у нас сейчас будет двигаться. Что мы делаем? На вдохе расширяем грудную клетку, как будто в себе надуваем воздушный шарик. Не во рту держим этот воздушный шарик, да? Как при восстановлении ковид говорилось раньше, да? Что этого делать нельзя. А в себе наши легкие надуваем. Вдох. Два. Три. Четыре. Удерживая руки по бокам. Задержка две секунды. И выдох. Два. Три. Четыре. Мы ощущаем задержку. Две секунды. И мы ощущаем, как ребра опустились слегка вниз. И снова вдох. Два. Три. Четыре. Расширяем. Растягиваем ребра. И на выдохе. Две секунды прошло. И на выдохе снова у нас как будто опускается все. Расслабляется живот. Расслабляется грудная клетка. Плечи опускаются вниз. И снова вдох. Два. Три. Четыре. Две секунды. Держим. И на выдохе давайте шесть счетов Попробуем выдохнуть. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Задержка две секунды. И снова вдох. Два. Три. Четыре. Задержка две секунды. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вот такое дыхание можно сделать по десять дыхательных циклов. Почему увеличивается выдох? Это делается для того, чтобы застойный воздух он уходил. То есть мы до конца выдыхали прям вот все-все-все-все и наполняли себя свежим новым воздухом. Вот. Кто-нибудь пробовал с нами сейчас? Да. Здесь нет никакого форсированного выдоха и нет никаких усиленных упражнений. Главное понять, что медленно, потихоньку вот в чем она дыхательная гимнастика. Да. И еще вот я тут увидела комментарий. У меня наоборот обострилось обоняние. Кто-то пишет. Ну, возможно, такой эффект, выжидательная тактика. Просто ждем, все должно вернуться. И где-то слышала, что 50 миллиграмм цинка в день возвращают обоняние. Да, было. Препараты цинка не назначаем без верифицированного дефицита самостоятельно. Если не выясняли, есть ли дефицит или нет, не принимаем. Не показали своей эффективности. Просто так это делать нельзя. Ну вот. Если остались вопросы, тоже пишите. Мы уже будем закругляться, отвечать на ваши вопросы. В процессе вот этого дыхания можно еще сочетать и другие движения. То есть не обязательно это только вот это дыхание, и мы сидим, ничего не делаем. Можно делать упражнение пилатеса. Можно дышать в левое легкое. Есть в пилатесе такое понятие, что мы дышим, расширяем сначала левую сторону, потом, наклоняясь в другую сторону, тоже тактильно обозначаем эту зону, и вот сюда дышим, вправое, например, легкое. Можно дышать в спину, можно дышать грудной клеткой и расширять грудную клетку. Ну, то есть, опять же, тут цель, например, раскрытия грудной клетки это улучшение осанки, укрепление позвоночника. Я долго могу на эту тему говорить. Вот. Но это очень полезное на самом деле дыхание, потому что оно и успокаивает, оно и наполняет новой энергией, новыми силами. Ну, и вот полезность при восстановлении после ковид, конечно, тоже очень-очень. Саша, настолько вдохновлённо об этом рассказывать, что я не в периоде реабилитации, но мне самой прям захотелось всеми методиками подышать в левое, в лёгкое, вправое, чтобы всё это почувствовать. Я хочу сказать так. И я... Спасибо большое. Я после нашего эфира, как только я договорилась по поводу эфира с тобой, я сразу же, мне возникла идея записать полноценную тренировку на YouTube. Вот. Поэтому она выйдет через пару недель, я думаю, через пару недель, думаю. Вот. Я думаю, это очень здорово, это очень актуально. Да, обязательно, потому что это очень актуально, очень интересно, и главное, вот этот посыл бережного отношения к себе и к лёгке, бережного восстановления пронести, я думаю, такая тренировка, она действительно очень нужна. Я вижу ещё один вопрос. ЦИНК назначили в поликлинике без предварительных анализов на дефицит. Как долго стоит принимать без проверки? Уже сказала, не стоит принимать ЦИНК без проверки на дефицит. Только коррекцию дефицита ЦИНКа мы можем на самом деле встречать, мы можем назначать, просто так без анализа не стоит этого делать. К сожалению, назначение в поликлинике сейчас терпит фиаско. Видим, что очень много лишних. Понятно. Ну вот. Ну что, мы заканчиваем. Есть вопросы ещё? Пишите свои вопросы. Если останутся какие-то вопросы, можно в комментариях к эфиру задать. К эфиру можно, да. Да, и мы обязательно на них ответим. Хорошо. Ну всё, тогда прощаемся. Рада была пообщаться. Рада была всем присоединившимся к нашему эфиру. Очень приятно знакомые, знакомые девочки, мальчики присоединились сейчас. Вот. Спасибо вам большое за вопросы. Всё, прощаемся. Спасибо большое, Александра, за эфир. Было очень здорово. Спасибо вам большое. Всё, счастливо. До свидания. Спасибо.